Добрый день, это Елена Терехова. Сегодня 19 сентября. Летят утки! И мы на моем втором огородике, который создан искусственным путем. Видео называется «Тюль против фитофторы». Вот это вот простая тюль против фитофторы. Хотите, верьте, хотите, нет. Я вам сейчас расскажу. Это я придумала. Я уже не знаю, сколько лет назад, но кто хочет посмотреть, я начинала снимать видео про это. Все там в хронике есть. Конкретно сколько лет, не могу сказать. Но это работает, я вам хочу сказать, работает. И очень хорошо работает на нас. Потому что помидоры, вот мы сегодня приехали, пособирали красненькие томатики. Еще висят, конечно, зеленые. Ночью было 2-3 градуса. Мне Евгений говорит, так, ты что там, будешь замороженные помидоры делать на стеблях? Уже там, я говорю, ну минусов-то нету. Нету. А зеленые остаются помидоры. Хочется, чтобы они еще подналились. Пока растут, пусть растут. И вот как это работает. Работает, я не знаю, как это работает, но оно работает. Потому что все растения здоровые. Сначала у нас здесь была пленка. Пленку то закатывали, то раскатывали. Раскатывали, закатывали. Сначала прибивали. Это долгая песня. И когда мы уезжаем, там, конечно, под пленкой. Какое проветрение? Никакого. Все. А потом оставалась старая тюль. Я говорю, а почему бы нам тюль не привесить? Ну, вот с этого все и началось. Нашли старые какие-то штанги. У кого, я хочу сказать, штанг нету, можно приспособить все, что хотите. Хотите, можно натянуть проволочку. Хотите, можно веревочку. В общем, на что у вас работает фантазия. И что есть под руками. Ну, проезжайте мимо объекта помойки. Раз, трубы стоят. Кто-то поменял штанги, сделал жалюзи. Штанги выбрасывают. Так что всегда можно найти какой-то вариант, подходящий для себя. Ну и вот, и хочу сказать, вот в самую жару, у нас тут днем жарко, мы тут не сидим. Не можем приехать, открыть, закрыть. Короче говоря, бегать с этим укровными материалами разными. А так самое главное, чтобы крыша была над головой у томатов, а здесь было проветривание, свободненько и хорошо. И помидоры себя чувствуют очень комфортно. Тут, конечно, остатки, но я хочу сказать, вот она, тюль, очень просто. Кто-то у меня спрашивает, она у вас улетает, не улетает, ничего не улетает. Сделаны какие-то там внизу, вот именно здесь крючки. Нету крючков, просто беру вот эти две шторины, по-рабоче-крестьянски беру, завязываю вот так вот. И туда на крючок, там есть крючок, вот такая петелька, и туда задергиваю. И все, ничего не улетает, прекрасно. Вот там я покажу, там немножечко по-другому. Ну, все, принцип один и тот же. Главное, чтобы была тюль, и ее было много. Много тюлей не бывает, но это шутка, конечно. Ну и вот, вот так это все. Когда жара, здесь ничего не горит, прохладненько. Когда холодно, все-таки это тоже что-то дает. И вот посмотрите, растения на 19 сентября, у некоторых уже в теплице бедненьких, их все фитофторы выбрасывают, тачками возят, и листву, и вместе с томатами. И можете посмотреть, вот, я вас не обманываю, посмотрите, какая здоровая листва, ни одной болячки. Никакой химии я не пользуюсь, ни йодами, никакими опрыскиваниями. Все натуральное удобрение куриное, зола, яичная шелуха. Здесь никаких седиратов я никогда не сею. Томаты убираю, и потом, значит, начинаю удобрять просто слоями эту землю. Вот, простые томатики. Они заканчивают плодоносить, просто их засыхают, которые закончили плодоносить, спокойненько засыпают, и все. И жизнь их заканчивается, за что им огромное спасибо. Ну вот, с этого сняли, все, он просто, просто засыхает. И вот здесь вот, сейчас зацепились тут немножечко. Маленькая неувязочка. Так. А я показала вообще томаты? Вот. Вот такие томатики. Пособирали, тут разные. Любим сибирский сад, тут и... Ой, в общем, весь микс. Все, что есть в продаже, бывает, удается купить, то здесь и есть. Конкретно на сортах, не будем останавливаться, сенсей. Вот, а, кстати, вон, писа. Писа, сенсей. Сибирский скороспелый, разные. Ну и вот, вот этот кустик тоже. Вот весь такой, весь такой вот, вот такой. И вон там, смотрите, забрался даже. Сейчас я заберусь. Вот, вот, еще не сняла два томата. Прекрасно. Просто увядает листва, а так все чисто от фитофторы, ничего нет. И вот там вот большая грядочка. Будьте здоровы, Евгений Васильевич. Здесь четыре грядки. Рос лучок. Репка. И морковка. Я вам показывала, когда последнее было видео, какое он плачевном состоянии была морковь. Была жара два месяца. Тут не наполиваешься. Мы тут практически приехали, уехали. Она вообще тут карликовая была. Ну и свеколка там кое-где, укропчик. Это все. И вот я вам хочу сказать. Все-таки, хоть я говорила, наверное, ничего не будет с этой морковки. Вот я вам сейчас выдерну. Ну вот. Ну чем не радость? Вот скажите. Красота? Вот. Тут такая разрезавшаяся. Ну и вот здесь вот точно такая же опора. Да, с задней стороны там тоже тюль натянута. Ну видно, наверное, все прекрасно. И вот здесь, здесь повыше. Это грядка. Сколько высотой это укрытие ты делал? 20. Я сейчас скажу. 2,20. Не утаивайте от нас размеры вашей теплицы. Полутеплицы. Ну я говорю не теплица. Это укрытие. Не обязательно. Кто не может себе купить, позволить дорогих теплиц, я вам скажу, даже можно без них обойтись. Можно спокойно, легко, легко. Потому что наверху пластик, пластикорифленый, даже не поликарбонат здесь, а такой, как на крышу ложится. Ну это для тех, кто вообще первый раз на канале. Вот с этой стороны и вот. Сейчас, чтобы тут не зацепиться аккуратненько. И вот с этой стороны тоже. Вот такие вот веревочки. Кстати, сегодня ветер очень даже приличный у нас здесь. Натянутый. И вот оно не улетает. И здесь просто по-простому такая петелечка. И вся эта тюльп натягивается, туда держится. И здесь вот точно так же, как я говорю, сцена открывается. И пожалуйста. Конечно, вид уже не радостный, а уже осенний печальный, потому что здесь еще росли огурцы. Они уже подзасохли, засыхают. Но я их не трогаю из-за того, что вот еще томаты. Видите? И здесь. Огурцов тут очень даже прилично было. Не скажешь, сколько килограмм здесь мы сняли? Ну, 50-60 килограмм, это, конечно, по нашему жаркому лету, это шикарно для такого маленького места. Ну и вот, и здесь чередовало посадку. Помидор, говорят, не совмещается с огурцами. Помидоры с огурцами. И вот те же помидорчики, посмотрите. Вот. Все отлично. Вот. Растения сами. Никаких пятен нет. Ничего. Вот. Еще зеленый. Вот жалко их снимать. Пусть еще повисит. На концах огурцов еще огурчики были, конечно. Но здесь еще в ногах у томатов я еще запихнула свеколку. Свеколка была маленькая, совсем тут малыши. Но пусть будет чем выбрасывать. Ну и вот здесь вот такое яблонька России. Тоже уже макушки давно все пообрезано. И вот, 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 вот листва. Вот вам итог. Да? Вот и тюль против фитофторы. Думайте, смотрите, с обратной стороны там органза вообще. Не было тюль и органза. Ну это одно и то же как бы натягивается. Здесь посередине эти две шторки обычные прищепочки, которые мы вешаем белье. Вот я их две соединяю. Четыре прищепки. И все, тут все прекрасно держится. Ну вот, и сейчас дальше туда открою. Ну вот тут еще. Тут еще зеленые томатики. Ну вот, дай бог, чтобы заморозков не было. Вот. Вот они среди, видите, все прекрасно. Ни внизу, ни гнилое. И здесь тоже. Это что у нас? Сенсей. И вот здесь такой приличный, ну не знаю, как он называется. Сенсей тоже приличные томаты. Вот. Это вертикальная у Евгения тут сделана опора. Арматура прикрепленная. В прошлом сезоне здесь просто росли огурцы на этой опоре без томатов. А в этом сезоне я поменяла в другом укрытии. Там у меня росли огурцы только. А здесь я все-таки посадила помидоры. Но думаю, нет, вот все прям, ну тянет прям. И я эти самые огурцы посадила. Посмотрите, какие стволы, стволы, стволы какие у там, у этих самых, у огурцов. Вообще, с палец толщиной. Я говорила, что тоненькие, маленькие, хиленькие. Ну вот так вот. Так, ну пройдем дальше. Я как бы начинала раньше. Пройди туда, покажи. Просто сняли всю картошку. Тоже все это в Карабах. Это все привозное, завозное. И здесь грунта нету. Это все создано, как говорится, искусственным путем. Вот так вот. Вот здесь картошка в этом году был урожай намного меньше. И у всех меньше. У тех хозяевов в крестьянстве, где мы закупаем на зиму, нам хватает чего? Туда? Так, нам хватает только это как бы на первое поесть, ну и на сколько хватает. А потом мы все равно берем запас, еще закупаемся. Ну и там, где мы закупаемся, они говорят, у нас нет в этом городу урожая. Все, картошки нет, только на себя хватает. Так что в этом году цены очень большие на картофель. И казалось, зачем его сажать? Пошел, купил. Вот пошел этот, купил евро, килограмм стоит 80, 50 и 60. А что будет дальше, это неизвестно еще. Ну и вот эта остальная часть огорода, обычно мы с той стороны начинаем рассказывать. Ну здесь теплица, там уже можно и не показывать ничего. И тоже, а вот здесь дайкон, спрашивают, как ваш дайкон. Я показывала видео, как я подкармливала слизней, чтобы они не ели мой дайкон. Но посмотрите, все сохранилось. Я брала листья, кто не смотрел, листья огурцов и раскладывала между посаженным дайконом. Дайкон сначала был посеян и каждый накрыт стаканчиком пластиковым. Потом это все дело убрала и начала подкладывать листву, чтобы они не погубили дайкон. Слизни. На этом огороде медведки нет, но есть слизни. Они ползут, они чувствуют, что тут что-то вкусное. Мы ведем борьбу, отлавливаем их постоянно, раскладываем дощечки, палочки. Вот эти самые вот тут пластиковые панели разложены специально. Ну и для утепления. И вот я хожу, просматриваю. Ага, вот сидит, не сидит. Привет тогда передаем им большой и пламенный. Ну вот, вот. Вот она уже там вот сидит. Мы его цап-царапы и все. И на супец. Я шучу, конечно. Ладно, это мы при вас, мы не будем их убивать. Мы не садисты. Ну и вот здесь вот три грядки, значит, картофеля было. И там последняя грядка, вот там три маленьких тыквы завязалась. Здесь тоже вот такой вот урожай. Но все равно урожай в этом году хороший. Мы довольны. Все прекрасно. Все хорошо. Значит, вот такая простая борьба с фитофторой. Есть знакомые соседи, которые тоже сделали такое уже укрытие. И сделали такую шторку тюлевую. И очень довольны. И эту тюлевую шторку еще можно... Вот подруге говорю, она летом в теплице жарище, а вечером как бы она уезжала. Что мне делать? Дверь закрывать, не закрывать? Форточки как бы тоже опасны. Я говорю, повесь тюль и едь спокойно. Что она и сделала? Привесила в теплицу тюль. Дверь открыта, проветривание идет, все дышит. И даже если там туман какой-то или что собирается холодное идти, то это ничего не страшно. И все помидоры у нее остались целы и невредимы. И она очень довольна урожаем. Благодарит, звонит и говорит, Лена, ты мой спаситель. Спасибо тебе огромное. Так что пользуйтесь советом на здоровье. Кому понравилось, делайте. Пишите, что у вас получилось. Я прочитаю, очень интересно. И всем очень большое спасибо за комментарии. Всех, всем стараюсь сердечки ставить. Так что так, до свидания. Всем хороших урожаев. Я думаю, что на этом огороде я уже в этом сезоне снимать не буду. А может быть еще, когда дайкон подрастет, может быть еще что-нибудь сниму. А расти, спрашивают дайкону, сколько? Расти ему до заморозков. Как только будут заморозки, значит уже все. Еще, наверное, когда похолодание будет посильнее, я поставлю дуги, дуги здесь. И накрою просто агроволокном. И так будем сохранять свой урожай. А потом его хромать, как кролики. До свидания. Всех вам благ.